И заметьте как будет меняться ландшафт. Сейчас засекаю время в 8 часов 11 минут. Когда бросаете на асфальт, обязательно оплюхнитесь. В частности, здесь вы увидите колючки. Иглица понтийская. Если вы ее увидели, знайте, что вы находитесь в зоне субтропического клиника. Там наверху вы ее уже не встретили. Там меняется температурный режим. Ну а также здесь можно увидеть кизил. Дуб скальный. Ряженький. Ну а какой крепыш. Можно встретить грабинник. На весной здесь много цветов, тех же пионов в Крымске. Огромные, красные пионы. Орхидеи много. Орхидеи много. Орхидеи много. Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Позвольте Мы дошли сейчас до очень интересного сооружения Дорога это инженерное сооружение Правильно? И мы подошли к первому такому наглядному инженерному сооружению Желоб Древние прокладывают дорогу Нарываются на скалу Тот конец, этот конец были соединены вместе Что они делают? Они просто прорубают этот желоб Камни идут на строительство Дороги Думали, таскали кто-то там? Нет, прямо здесь и добывали Чем же они прорубали? Кайло Вручную Да, Кайло, Кайло А как бы хотели? Терпение, труд, все это и труд Тем более, что рабы были Кто здесь были рабами? Те, кто хулиганил Поймали тавра Исправительная работа? Исправительная работа На всю жизнь Прорубили, пошли дальше Вот как раз по ширине Этого желоба Можно и узнать Какая ширина была дорога Вот этой скалой Сидели те, которые смотрели За Воронцовской дорогой Дерев таких не было Воронцовская дорога И в то самом последнем Пока машины не пустили по трассе Хорошо ухаживалось Вырубались деревья вокруг нее Поэтому она хорошо просматривает Немцы до этого поста Доходили Камень прикрывал От возможных выстрелов Те, которые наблюдатели А вот выше немцы Уже боялись соваться Уже второй пост Был всегда партизан Субтитры сделал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Товарищ Аргирга Вам нужно пройти до третьего дерева Космой Третьего дерева? Космой Космой Первая, вторая, а там третья слива Сейчас все космой Все, куда? Проскочили мимо Три это один, два, все 8-30 Вот мы с вами поднимались Было 8-11 Минус там Получается что? 27 минут Позорвляем Не рекорд, но нормально, прилично Для современного человека То есть он стоит уже, по сути дела, на первую Ребят, даже загудел Пойдемте Можете тоже коснуться Можете залезть, наблюдать, фотографировать 500 сантиметров на уровне моря Поздравляю всех вас С взятым перевала Ну, проход у нас не перевал Проход, да Сколько ваш газа пока будет? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... То есть посадцы идут... на другой сто Фамилия Первый засомневался, что Эски Багас, это был перевал Где проходила римская дорога По какой причине То, что не было найдено Ни разу артефактов То есть, каких-то доказательств Черепки, если возможно Раз дорога есть, значит, везут грузы А грузы тогда возили отельно-сыпучие И жидкие в чем? Пифосах, лампфорах Конечно, что-то разбивалось Наши дороги были не идеальны Что делали те владельцы У которых разбился пифос? Они ногой отвернулись в сторону И поехали дальше, правильно? Так вот, там находили черепки Но все в основном Средневекового уровня И еще там была одна вещь Не было найдено Крепости, которые Римляне в обязательном порядке Строили около перевала В обязательном порядке Была там крепость, но она Средневековая, явно Средневековая была А вот античной крепости не было И он пошел туда Здесь копались до него Но как копались? В тех самых высоких точках Где должна была бы быть крепость Эти вот мы смотрим Когда бы мы разместили ее? Конечно, в самых высоких точках Там были оскобки, которые ничего не показали Но пирсов был в очень удачное время Для Василия заметил Как раз шла туча Со стороны севера Что в главной вершине Мердвень Кая и Мердвень Каяльсы Там на кафе, как будто хорошо видно Закрывались тучами Оставляя в живых Что называют эти тучи Всего одну скалу И название у него было характерно Исар Кая То есть крепостная скала И он решил там покопаться И сразу же результат пошел Нашел и крепость Нашел и базилику Это раннесредневековый храм Раннесредневековый храм Который переделывался из храмов античных И так далее Мы сейчас пойдем к этому месту И посмотрим, что он там накопал Что он там убил Клещ сразу не впивается Три-четыре часа он бродит по телу Потом уже начинает медряться Что делать Клещ у нас появился По приказу Никиты Сергеевича Хрущева Он не приказал заводить сюда клещи Он приказал завести сюда срочно Кабановый белок Потому что он любил убивать эти животные И любил одновременно отдыхать в лесу То есть в Крыму, где не было этих животных Перезли с Дальнего Востока Эти животные не обработали Не успели вернуться И появились у нас Так что вы Если на вас что-то сядете Знаете, что это наследие Никиты Сергеевича Хрущева Надвратная башня была до 8 метров Мы как раз пройдем в том месте, где была надвратная башня А это разброска мне как раз и показывает Какой величины была сена Посередине Сарка И Она небольшая Вы увидите Сложную уже самими Археологами Где и как Находилась базилика И по ее размерам Определили, что здесь Не более 12 солдат Объединенного времени Поскольку места мало То Вот видите Проложение До стены Уборчика То Строение Примыкали к стене Так, чтобы Одна часть стены Крепостной Была стеной Внутреннего помещения Таким образом Экономилось Пространство Все, пошли Сразу с правой стороны При входе Вы видите колодец Воды-то мало Поэтому был колодец Где накапливали воду Много Во всем Нож 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Только показывайте, какую дырочку смотреть, какую кнопочку нажимать. Есть желающие? Нет желающих. Когда они растут, беглости, экскурсию невозможно. А какие-то грибы? Как все же начинают бегать, собирать. Какие? Грибы. Вот все те, которые вы знаете. Они все есть. И плюс 40 видов наших мест. Имеется в виду, конечно, это проститут. Такого-то одного нет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. А, все на месте. Пойдем. Сейчас, что, за юнию было... Пойдите, как? За юнию его было вала. И туда на бюзюку. Мы же все днем слажены налево. Пойдем. Вот здесь и был похоронен, где-то в этих местах, первый погибший, Сергей Ковальенко, парень, молодец. Вы знаете, насколько задержался караван, не караван, а босс немецкий, сидит в подрыве моста, на 4 часа всего. Ну, здесь, видите, в 80-х годах уже поставили этот памятник. Когда главнокомандующий Черноморским флотом назначают графа Мардвинова, ему отдают в пользование земли Байдарской долины и вот этих лесов всех, но с условием, что он должен поставлять деревесину на строительство Севастополя, на строительство Черноморского флота. Это был конец 18 века, еще и при Екатерине. Граф Мардвинова лично прошел по этим лесам и обнаружил некие дороги, полуразвалившиеся. Он не понимал, откуда они взялись, но ему понравилось, как они были сделаны, дороги, вот на этих крепитах, и распорядился их восстановить так, как вот они были сделаны. С тех пор эти дороги стали называться Мардвиновские дороги, но это были римские дороги, на самом деле. Римляне, когда прибыли сюда, в Крым, они же прибыли защищать христианситов. А еще с античных времен действует такое правило. Не хочешь кормить свою армию, кормить чужую. И римы не остались здесь на 4 века, чтобы охранять херсониситов, охранять жителей Южной Бережнии. И надо было расплачиваться с римской армией. Чем расплачивались? Золота, серебра, Крыму было всегда мало. Поэтому расплачивались тем, что имели. Вино, тогда уже крымское вино славилось, правда, сухое вино. Его употребляли в огромных количествах, не из-за пьянства, нет. Просто заметили, что если добавлять в воду сухое немножко вино, то не болеешь кишечными заболеваниями. А они тогда мучили огромное количество людей. Второе. Пшеница. Крымская пшеница и другие зерновые. В первую очередь фасоль. В Крыму выращивались фасоли, много фасоли. И, наконец, третье. Это крымский лес. Очень удобно было его рубить и вывозить туда, в центральную часть Римской империи, то есть на Пьеннинский колоссий. Каким, почему? Да потому, что здесь рядом море. Римляне делали специальные желоба, которые спускали деревья почти к самому морю. Подхватывали их, ставили плоты и галерами отвозили туда, в сторону Рима. И там уже испортили. Рубили бук, рубили туп, но в первую очередь как раз рубили бук. Эти леса, которые мы сейчас пройдем, их тоже рубили. Сейчас уже, конечно, не рубят, но после Великой Отечественной требовался строительный материал, поэтому его тоже рубили. Но не сплошняком, как Римляне, например, а выборочно. То есть самые толстые деревья рубили, более тонкие оставляли. Поэтому здесь старых деревьев вы не найдете. Ну что ж, пойдемте по Римске или по Мордвиновским дорогам. Здесь, конечно, а вот еще что, почему все-таки прошел Бульгольдер? Когда наступила эра развала Советского Союза, а это же был заповедник, здесь все, что было. Дороги были в идеальном состоянии, можно было на велосипеде проехать. Я бы серьезно говорю. Но когда наступил вот развал, то сюда хлынуло огромное количество шашлычников. Все открылось. И давай здесь шашлыки делать, пожар выстраивать и так далее, и так далее. Лесники, чтобы бороться с ними, потому что нельзя не пускать, они взяли и изувечили все дороги. Так, чтобы их жигуленки, шашлычки, туда не прошли. А сейчас, видимо, другое время, и они, видите, начали восстанавливать эти дороги. Но есть такие куски дороги, которые невозможно разрушить. Это те куски, которые выпиты в скал. То есть дорога выпита в скал. Как ее разрушить? Только разрушив саму стол. Сейчас мы будем уходить от плечевого места. Итак, дорога здесь тоже раздвояется. Одна пошла вот направо. Это и есть коленская, была тропа и с ней милитари. Если сюда пойдете, то вы придете как раз в чертовой лестнице. Источники только у подножья есть. Ну и как и другие к нашему. Поэтому в любое место, где есть вода, на верх в желуде. Вот это место, где есть коленки. Вот это место, где есть коленки. Конечно, вода по качеству не бог лиц такая. А это вода, да? Есть водичка. А это водичка. Затем открывается катерка, а потом бах, бах, она переворачивает. И получается вот эта горка, вот эта горка и называется плов, пила. Гора, которую вы сейчас видите, называется пила. А уже потом эта горка перешла. Гора. 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 выход это крепит это боковый кипит вот здесь видите дорога покоится на вырубленной скале поэтому она плохо поддается разрушению но смотрите вот перед вами ясень чертова лестница за этим бугром город пиляки пизюка вернее это вот это вот лысинка вот лысинка тарапан баир торчит в такой треугольный это самая высокая вершина севастополя потому что севастополь это огромное территориальное территориальное образование ну а мы сейчас находимся как раз на границе между севастополем и большой ущелье которое вы видите это есть коленской ущелье туда и пошла римская дорога и там она конечно сохранилась в более приличном виде вот примерно в таком виде проходит через лес и выходит на байдарскую долину кусочек байдарской долины мы с вами видим но через некоторое время вы будете видеть но если не всю байдарскую долину то по крайней мере большую ее часть для этого вам придется забраться на кельсебурн слева от нас гора она называется кабакая то что значит пещерная гора и здесь действительно из пещеры мы прям увидим эту пещеру она прославилась пещеры ничем не прославилась кроме одного огромное количество народа погибло искалечилось погибло бог же вам пещера до всего там там 30 метров чуть побольше может но она так устроена эта пещера что тот кто заезжает туда да еще без страховки ничего он там и остается поделать посмотрим уже что только не делали закладывали и все нет найдет любопытность которую просто не слышали а то есть вы внимательно посмотрите что некоторые камни уложены как бы заново а некоторые старые 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 а что это ввестись вот там как бы ну между клонами где почувствую и у в Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 И сразу понятно, где сверху скот разгуливал. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Рецепт смотрите под видео. Севастоп. 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 Сейчас будем якорь точить. А покажите. Я как ориентир валяюсь. Как в острове с сокровищем. Голова на них, ноги на север. Это так, что камень не в количестве погибших, а в количестве Те, которые погибают, складывают камень там, в низу. Не вздумайте спускаться. Заканчивается третий метро. Так я знал, что это место, подъездное. Не может так хорошо. Здравствуйте. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Здесь вот те большие развалины. Это ещё должен быть крам. Там должен быть кели. Идёт война. На 1917 году Россия заключается наступление на Османскую империю, взятие Константинополя, и восстановление Византии. То есть решили осуществить тот план, который был разработан еще при Патенте Геннадрическом. Почему Крым был взят и при Черномове? Это была только первая часть плана. Вторая часть плана разгромить Османскую империю и восстановить Византию, которую Османская империя разрушила еще в 15-м веке. Осколки, а Византия это что? Центр православия. Но для того, чтобы наступать на Османскую империю, спланировано, что основной мощью будет производить Черногорский флот. Надо было подобрать лучшего флотоводца России того времени. Лучшим флотоводцем оказался кто? Александр Васильевич Колчак. Да. Он организовал, во-первых, оборону Петербурга таким образом, что ни один немецкий вражеский корабль не прорвался к Петербургу. Оставил минные поля так, что... В общем, было... Говорят, даже Матахари, это его дело. Она вводила в заблуждение. Как немец идет, так взрывается на части. И вот он означает... Вот теперь следите за даткой. В июле месяце главнокомандующим Черноморского флота присваивается чин адмирала. Отсюда он становится адмиралом. Его задача подготовить за год флот к поступлению. Он справился с этой задачей блестяще. Но в феврале 2017 года начались те события, которые привели к развалу Петербурга. Почти что-то, да. Перед вами Байдарский перевал. Ну, называется, если точнее, Байдарские ворота. Он так стал дождаться после строительства дороги. То есть, ворот. На самом переводе. А каменные ворота были построены в честь окончания строительства 1-й в России горной дороги. В России. Баранцовская дорога. Она прошла через Красную Скалу. Впоследствии на этой Красной Скале была построена Церковь Христового Воскресения. В 1892 году ее осветили. Ну, у нее, конечно, сложная судьба. Благодаря тому же Никите Сергеевичу Хрущеву ее превратили... Хотели превратить в общественный туалет. Ну, так получилось, что успели снять Хрущеву. Хотя церковь и там ресторан был, закрыли. Теперь насчет того, что точка. Все говорят, а точка, мыс Сарыч. А чем она интересна? Самая южная точка Европейская часть России. Компания. Тут уже две экскурсии... И да и нет. Вот вам... Ну, вы не уточняли. А почему не уточняли? Да потому что две экскурсии вы видели сам мыс Сарыч. Но не видели той самую южной точки. А самая южная точка не мыс Сарыч. Нет. Посмотрите, от мыса Сарыча вот стоит камень. Видите? Вот это и есть самая южная точка. Ура! А вот теперь вы увидели. И, конечно, дача Горбачева, которая называется почему-то Заря, хотя бы я ее назвал Закат. Красная крыша, хорошо видна отсюда. Но Фаровская дача Горбачева, в этом сочетании много неточностей. Начнем с того, что эта дача все-таки не Горбачева, а для Брежнева. Это дача Брежнева. А просто Брежнев здоровьем слаб оказался и не дождался, когда дачу достраивает. Это первое. Во-вторых, она не Фороская. Потому что Форосы так не стоят, а в Северной Путыльялке. Сразу за Форосом начинается Севастополь. А дача находится сразу за Форосом. Начинается либо Севастопольская дача, либо Балаклавская. Потому что это Балаклавский район города Севастополь. Разрыв гора. Она же Челеби, Еурун-Барун. Она же гора Хозяин, она же Форос. Когда-то в доисторические времена, видите, передняя часть, наверное, от землетрясения рассела. И вот такой разрывчик получился. У нас туда есть уникальная экскурсия. Она называется Форосский лабиринт, который находится на этой горе. Ну, в этом году я только два раза сходил, в ту весной. Интересный искус, интересно. Наша задача какая? Спуститься. И Форосская церковь Христового Воскресения, я о нем много в виде не рассказываю. Скажу только, что она построена на деньги местного землевладельца додашнего. В тем времен, Кузнецова Александра Георгиевича, чай-промышленника, богатого человека, входивших в десятку самых богатых людей России. Он здесь прикупил земли не случайно. Его мучил туберкулез, стоящая охотка. Но он, так сказать, попрашивал Господа Бога прощения за какие-то дела, которые ему подарили в земле чахотки. Не знаю, он предупреждений не совершал. Но был меценатом, построена на его деньги церковь, которую посещали. Но только не посещал. Только не посещал. Посещал и его семейцаренович Сталин, по распоряжению которого церковь была превращена в ресторанчик. Но когда он здесь подъезжал, из ресторанчика всех выгоняли. Он заходил, это было в 30-е годы, а он же был священник по образованию. И говорят, сидел там по три часа, о чем-то размышлял, никто к нему не имел права подъехать. Сам выходил, поправлял фражку, говорит, все, можно запускать опять посетителей ресторана. Ну давайте будем спускаться. При спуске будьте внимательны, потому что при спуске... КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok